Музыка Работа здесь проводится в рамках подготовки проекта реставрации Екатерининского собора. И Диктут археологии проводит археологические изыскания на территории. Они связаны с изучением фундаментов и пролежащего культурного слоя. У нас три шурфа откопаны, и они все дают новую информацию о том, как строилось здание. Если вы посмотрите на современное стоящее здание, то видно, что фундаменты имеют совсем иную конфигурацию, чем стены, которые стоят на этих фундаментах. Скорее всего, это связано с тем, что замысел здания менялся в процессе строительства. Фундаменты имеют иные очертания, чем само здание, которое мы сейчас видим. Какие находки в таких ситуациях случаются? Это, во-первых, элементы благоустройства. Но, к сожалению, никаких следов от мосток не сохранились по причине реставрационных работ в 80-е годы, которые были проведены в 80-е годы. Но вот в этом шурсе у нас уже есть находка угол. Это угол саркофага. Это каменная плита и кирпичная стена. Мы его вскрывать не будем, поскольку он уходит за пределы нашего шурфа. А что, предположительно, может здесь в саркофаге в этом быть? Какое-то захоронение, но, к сожалению, мы его идентифицировать не можем, поскольку мы не можем открыть плиту, на которой могли бы быть какие-то данные о том, кто здесь был захоронен. А примерно хотя бы возраст вот этих строений или изменений в фундаменте? Ну, это все 60-е годы 18-го века, когда строился собор. Видимо, сначала был выполнен фундамент, проект поменялся, видимо, в сторону уменьшения постройки самой. И поэтому фундаменты получились гораздо шире, гораздо больше, чем здание. Это первый шурф, который мы начали, поэтому он самый глубокий. Вот такой глубинный фундамент, и до сих пор не заканчивается. То есть мы не дошли еще до подошвы. О чем это говорит? О том, что такие мощные фундаменты свидетельствуют о том, что здание строилось уже в каком-то насыпном, рыхлом грунте. И, скорее всего, здесь именно та ситуация, потому что собор построен на территории средневекового и позднесредневекового посада города Ян. Вот здесь тоже, вот в этой стенке, в этом углу, плохо видно, поскольку немножко засыпано землей. Но здесь тоже были найдены остатки, во-первых, гроба, который был разрушен при впускном погребении второго уже периода, второго яруса. Ну вот, что можно сейчас сказать. То есть может церковь быть построена на каком-то уже здании, которое было в старину? Может быть такое или это... По идее, первый собор деревянный появляется здесь в середине 18 века. Следов от него пока мы никаких не нашли. Он, конечно, был гораздо меньше, чем каменный. То есть, если он и может быть найден, то, скорее всего, вот в пятне застройки существующего здания. Фундаменты не совпадают со стенами стоящего здания. По идее, это та же самая оксида, которая не оксида, а треогранная часть здания. Оксида, в общем, да. Но фундамент, вы видите, что он гораздо более массивный и широкий, нежели сама конструкция. Ну вот, ваше предположение, что это может быть, церковь сама была больше, собор сам или... Нет, это говорит о том, что, скорее всего, изначально здание было запроектировано несколько других габаритов. Были построены фундаменты, были выкопаны фундаменты, а само здание в итоге уменьшилось в размере. С чем это связано, в общем, пока непонятно, как нужно будет посмотреть книгу вашего коллеги, чтобы там это написано. А подскажите, вот то, что вы нашли... Это фрагменты гроба, украшения гроба, который был закопан, и вот эти остатки из клели, они будут отправлены в институт археологии, реставрированы и отданы в музей, в беседу. Но можно уже констатировать сто процентов, что фундамент вот этот, он не под это строение. То есть это не какие-то там специальные в сторону крылья, ну грубо, фундаменты. Ну, скорее всего, да. Это просто изменение проекта на стадии строительства. Фундаменты, они строятся как бы в расчете на одну постройку, а сама постройка оказывается на всегда той же самой конфигурации, которая задумана была изначально. И вот это мы довольно часто слышим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова